Всем привет! С вами, как всегда, я, Егор. Вы на канале Пушки. И сегодня я расскажу вам про одну бюджетную винтовку из обновленного модельного ряда турецкой фирмы Stoyger. Встречайте, это RX-5. Винтовка, несомненно, имеет очень интересный внешний вид, но как она покажет себя в деле и какие оценки получит по итогам нашего сегодняшнего обзора, узнаете совсем скоро. И мы начинаем! Как всегда, начну свой рассказ с того, что коротко опишу самые основные характеристики этой винтовки. И также расскажу, насколько удобно ей пользоваться. Итак, Stoyger RX-5 это, в первую очередь, довольно компактная и легкая винтовка. Вес ее составляет всего лишь 2,4 кг, а длина составляет 103 см. Стоит она при этом довольно недорого, и в среднем она обойдется вам примерно в 110, может быть, 120 долларов за комплектацию без вот такого вот оптического прицела. А вот с таким вот совсем простеньким оптическим прицелом Stoyger 4x32 винтовка обойдется уже примерно на 50-60 долларов дороже. Ложа этой винтовки, как видим, выполнена из полимерных материалов. И, кстати, выполнена довольно качественно, потому что никакого облоя или заусенцев я тут обнаружить не смог. Итак, что можно сказать про это ложе? В первую очередь, мне нравится удачный угол наклона пистолетной рукой, который позволяет нам удобно держать винтовку практически в любом положении для стрельбы. Также нравится вот такое вот широко развитое цевье этой винтовки, которая, правда, больше адаптирована под такую тактическую изготовку, но и в спортивной изготовке с ней также можно неплохо работать, и скоро вы сами в этом убедитесь. Также могу похвалить за такую универсальную высоту щечки приклада, которая позволяет нам комфортно работать как с оптическим прицелом, так и с механическим, который здесь у нас тоже, кстати, есть. К минусам отнесу разве то, что у нас такой довольно дубовый затыльничек, но это не критичная проблема, я считаю, и, пожалуй, не самое комфортное расположение спусковой скобы относительно пистолетной рукояти. То ли оно слишком низко, то ли слишком далеко, но так или иначе ощущения от работы со спуском были такие непривычные и не самые комфортные. И да, чуть не забыл сказать, у нас как на пистолетной рукояти, так и на цевье есть такая маленькая, но очень приятная на ощупь насечка, которая нам обеспечивает надежный хват винтовки практически в любых условиях. Баланс у этой винтовки точно неплохой, и центровой тяжести находится примерно вот в этой вот точке, поэтому мы точно не ждем никаких проблем с ее удержанием. Но давайте проверим, возьмем ее на изготовку. Теперь опускаем руку и смотрим. Винтовка не заваливается и не клюет, и в целом сидит достаточно надежно. Перезаряжается стойлер RX-5 самым обычным способом, то есть переломом ствола. Для этого берем ствол за надульник и отводим его просто вниз. И, кстати, усилие для этого требует совсем небольшое, потому что винтовка не заявлена как магнум, поэтому пружина у нас совсем мягкая. Вставляем пульку в казенную часть ствола и захлопываем. После этого снимаем винтовку с автоматического предохранителя, который находится вот здесь вот в задней части компрессора. И можем стрелять. Отдача от выстрела совсем слабая, но при этом звук выстрела довольно громкий, потому что у нас звенит витая пружина, потому что не знаю по каким причинам, но турки сюда решили газовую пружину не ставить. У винтовки есть вот такой вот открытый прицел. Хоть он сделан из пластика, ругать его сильно не буду, хотя бы потому что у него нет привычных нам вертикальных или поперечных люфтов, которые мы часто встречаем на других прицелах подобного уровня. И также могу отметить то, что поправки у него можно вводить без инструментов, то есть просто проворачивая вот эти вот два барабанчика пальцами. Ну а для установки оптического прицела у нас есть самое обычное крепление типа ласточкин хвост, которое отфрезеровано на компрессоре и имеет всего одно стопорное отверстие, которое мы использовали для того, чтобы поставить штатный оптический прицел. Сам же штатный прицел мне, конечно же, не понравился, потому что он темный, мутный и у него толстая прицельная марка. Ну и плюс ко всему, у него еще нет отстройки от параллакса, поэтому будьте готовы к тому, что на некоторых дистанциях у вас могут возникать погрешности прицеливания. Если же говорить в общем про комфорт пользования этой винтовкой, могу сказать, что у меня она оставила самые приятные впечатления в этом вопросе, потому что она легкая, она компактная и я уверен, что с ней справится даже ребенок. Ее очень легко эксплуатировать и за это она у меня получает сегодня 4,5 балла. А теперь поговорим про мощность этой винтовки и здесь чудес, скорее всего, не будет, потому что у винтовки совсем маленький компрессор, у нее мягкая пружина, да, собственно, даже сам производитель обещает, что она должна выдавать всего лишь 200 метров в секунду полуграммовой пулей или выдавать 10 джоулей ствольной энергии. Но так, для начала мы проведем свое собственное испытание и постреляем через хронограф двумя нашими эталонными типами пульс, соответственно, это будет с GSB Heavy весом 0,67 граммов и GSB Exact весом 0,547 граммов и посмотрим, что винтовка нам выдаст. И ничего удивительного у нас только что вообще не произошло, потому что GSB Heavy весом 0,67 граммов полетели на скорости 169 метров в секунду с запасом энергии в 9,6 джоулей. Но более легкие Exact весом 0,547 граммов полетели на скорости 192 метров в секунду с запасом энергии в 10 джоулей ровно, то есть у нас здесь все честно. Но так, для начала, конечно, такая энергетика это очень мало, я не могу назвать не только хорошей, но и даже удовлетворительной. Поэтому, да, я поставлю за мощность этой винтовки 2,5 балла и то только потому, что у нас есть винтовки еще слабее. Если такой вот невысокой мощностью винтовки я прям не сильно расстроен, то чем я расстроен на все 100%, так это работой спускового механизма RX 5, потому что спусковой механизм примитивный, у него очень длинный холостой ход, у него длинный рабочий ход. Вот усилие срабатывания этого спуска составляет 2,6 килограммов, согласитесь, это прям очень немало. Ну и кроме всего этого, спуск еще имеет такой провал после выполнения выстрела, из-за которого у нас дергается и рука, и вся винтовка, и поэтому, конечно же, СТП наше гуляет куда ему захочется. И, конечно же, такую работу спускового механизма я не могу оценить высоко, я поставлю за это только 2,5 балла, и то только по той причине, что мы с вами видели спуски еще гораздо хуже. И вот пришло время оценить кучность боя с Тойгера RX 5. Для этого мы, как всегда, пойдем на подготовленную позицию и постреляем на 2 дистанции, это будет, соответственно, 25 и 50 метров. В каждой серии мы сделаем по 5 выстрелов и, соответственно, сможем оценить размер группы и сделать свои выводы. И начинаем мы с дистанции 25 метров. И начинаем мы с дистанции 25 метров. И, как видим, на дистанции 25 метров СТойгер RX 5 показал довольно-таки посредственный результат, потому что группа из 5 пробоин имеет размер 29 миллиметров. И не то, что вы видите, это не отрыв. Винтовка именно так и стреляет. Для того, чтобы вам это доказать, скажем так, я сделаю еще одну серию. Как видим, вторая группа по своему габариту не сильно отличается от первой. Потому что размер его по краям пробоин составил 31 миллиметров. Таким образом, средняя группа у нас будет примерно 30 миллиметров по краям. Ну, а разброс по центрам пробоин будет составлять на дистанции 25 метров 3,5 угловых минуты. Это мы выяснили. И теперь смело идем дальше на рубеж 50 метров. И посмотрим, что у нас там получится. И на дистанции 50 метров мы получаем вполне себе предсказуемый и, кстати, я бы сказал, довольно неплохой результат. Потому что группа из пяти пробоин у нас имеет размер 60 миллиметров по краям. И разброс по центрам пробоин составил 3,8 угловых минут. В принципе, да, конечно, для спорта это точно не сгодится. И, в общем-то, этого хватит только для какой-то развлекательной или какой-нибудь другой прикладной стрельбы. Но так или иначе, со скидкой, конечно же, на тот поганый прицел, который шел в комплекте с винтовкой, я поставлю из-за кучность 3 балла. Что же касается моих впечатлений от стрельбы с упора с этой винтовкой, я могу сказать, что в данном вопросе Stoyger RX 5, безусловно, меня порадовал. Во-первых, винтовка достаточно длинная и у нее широкое и развитое цевье. Благодаря чему у нас как большая площадь опоры, так и хороший надежный контакт с передним опорным мешком. Скажу больше, что у винтовки есть такая своя оригинальная фишка. Заключается она в том, что у нас как цевье, так и приклад имеют переменный по высоте профиль, что позволяет нам супер легко и комфортно наводить винтовку в вертикальной плоскости. Таким образом, просто мы двигаем винтовку либо на себя, либо от себя. И при этом ствол либо опускается, либо поднимается. На самом деле классно. И многим другим винтовкам этого, конечно, не хватает. Есть только одно такое небольшое замечание. Случается оно в том, что винтовка слегонца валкая в поперечной плоскости. Но, честно говоря, это почти незаметно. И от этого дискомфорта никакого, в принципе, нет. Поэтому моя оценка за стрельбу с упором будет 4,5 балла. И, наконец, посмотрим, как Stoiger RX-5 ведет себя при стрельбе с рук. Ну и для того, чтобы разобраться в этом на практике, мы пойдем на рубеж 25 метров и сделаем 5 выстрелов стоя с рук по стандартной ПТ-мишени. И посмотрим, что у нас получится. А вот результат стрельбы у нас получился очень даже неплохой, потому что мы смогли собрать аж 42 очка из 50 возможных. И, скажем прямо, это очень высокий результат, тем более для такой вот винтовки совсем бюджетной категории. И скажу прямо, что вот такой вот разброс-пробоин, он довольно характерен именно для этой винтовки. И он хорошо описывает весь процесс стрельбы с рук. Почему? Потому что если мы хорошо отработали спуск, у нас нет вообще никакой проблемы попасть в центр мишени. Пусть не в десятку, но в девятку, но так или иначе мы попадаем. С другой стороны, если мы отработали спуск плохо, то у нас происходит прям серьезный отрывок, как мы сейчас видим, в семерку, а то и в пятерку вообще. Но так иначе других проблем при стрельбе стоя у нас вообще не возникало, потому что, как я говорил, у винтовки неплохой баланс, удобное ложе, и, в общем-то, сама она по себе не тяжелая, и никаких дискомфортов и проблем нам при стрельбе стоя не создает. Стрельба сидя с этой винтовкой происходит вообще без проблем. Тут я полностью доволен. Стрельба лежа тоже идет легко, скажу, больше даже. Вот такой вот наплыв на целье, он еще и дополнительно фиксирует левую опорную руку. Если говорить в целом про стрельбу с рук с этой винтовкой с разных положений, могу сказать, что RX-5 меня внезапно удивил, причем удивил приятно, потому что винтовка оказалась ухватистой, сбалансированной и, в общем-то, удобной. Ее легко наводить, ее легко аудировать на цели, и, в общем-то, никаких проблем, кроме как работы с спусковым механизмом, у меня вообще не возникло, и я поставлю оценку 4. И по итогу нашего сегодняшнего обзора, Stoiger RX-5 получает довольно-таки высокую среднюю оценку в 3,5 балла из 5 возможных по сумме всех своих характеристик, но, к сожалению, он здорово проседает именно по самым ключевым основным стрелковым характеристикам. Это, соответственно, кучность боя, мощность и работа спускового механизма. И я предполагаю, что именно для развлекательных задач эта винтовка и была придумана. Как я уже говорил, она легкая и легко взять с собой как на дачу, так как-нибудь там на природу, на отдых, и, собственно, с ней, как я уже говорил, справятся даже дети. То есть это винтовка для такого ненапряжного развлекательного времяпровождения. Но, конечно же, не для серьезных задач. На этом буду заканчивать свой рассказ. Надеюсь, что ролик вам был полезен и интересен. Если это так, то не забывайте поддержать меня лайками, комментариями и подпишитесь на мой канал, потому что тут у нас еще будет много чего интересного. Ну и теперь мне осталось лишь пожелать вам только метких выстрелов и, конечно же, удачи на рубеже. Ну а с вами был Егор, вы смотрели Пушки, до новых встреч, пока!